Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Наши герои приехали когда-то за город, чтобы, как они сами говорят, наслаждаться жизнью. В итоге наслаждаются и восхищаются как раз те, кто приезжает к ним в гости, как мы сейчас. Знакомьтесь, радушный хозяин и очень интересный человек Юрий Трубин и его супруга. На Рязанской земле, как выяснилось, огромное количество талантов. Но даже мы, журналисты, отвыкши удивляться чему-либо, замерли, шагнув за ворота усадьбы Юрия Трубина. Стало понятно, формат программы придется менять. На мой взгляд, здесь нет объектов, которые не жалко оставить за кадром. Люди все похожи, миры их похожи, думают они одинаково, проблемы у них одинаковые, болезни следовательные у них одинаковые, расстройства одинаковые, все одинаковое. Это неинтересно, это скучно. Он умеет рисовать, хоть никогда этому и не учился, и не любит работать с эскизами. Исключение частной заказы. Тут на помощь приходят художники и скульпторы. Никаких отдельных композиционных вещей, говорит Юрий Александрович, только между делом. И всегда параллельно в работе несколько объектов. Никто не догадается, для чего я делал этот дом. Никогда, ни при каких условиях. Могу дать 20 вариантов ответа. Даю подсказку. Домик для генератора. Сегодня он служит сувенирной лавкой. Вот этот парень. Вот его еще ни в каких журналах не печатали. Кто бы сюда не пришел, хозяевам постоянно приходится напоминать. Это не музей, а самая обыкновенная дворовая территория. Здесь живет два семейства. Рубин старший с супругой, его сын с женой и детьми. Все остается в таком виде, как оно как бы и есть, когда мы даже уезжаем. Но если люди когда-то раньше приходили без нас сюда, что-то они несомненно ломали, что-то они отрывали, что-то они отсюда упирали. Юрий Трубин удивительный человек. Он один из немногих, кто предпочел спокойную глубинку московскому бомонду. И более того, увидел душу в старинных, забытых людьми вещах. Это не арт-объекты и не коллекция. Люди продали корову, выбросили ботало. Вот это ботало. Оно вешалось на корову. В этом отношении довольно совершенно уникальная, ну, скажем так, часть всей России. Вот это вот так. Что самое любопытное, ботало, как правило, изготовляли сами хозяева, и они знали звук. Моя корова звенит или не моя корова звенит? Сигнализация. Сигнализация, да. Вот такая прикольная штука. Он из тех умельцев, кто самые необыкновенные постройки и скульптуры предпочитает делать дедовскими методами. Это струк для того, чтобы чистить бревна от коры. Это даже я знаю, вот так, да? Вот. Вот даже вы знаете, что это вот так, да. Но за все это время человечество ничего лучше не придумало. Понимаете, я рублю скульптуры, надо очистить. Чем очистить? Топором, лопатой, как сейчас, ну, лопатой надо чистить. А вот эти вещи очень хорошие. В его хозяйстве ничего не пропадет. Будь то конструкция на журавль, кто не помнит эту часть деревенского колодца. Или уникальное колесо с широкой ступицей и деревянной осью, которое помнит еще дореволюционные времена, когда с металлом была напряженка. Или детская зыбка, на современном языке люлька. Слово «зыбкий» произошло отсюда. Ребенок сюда, клался ребенок, там веревки и крюк, который цеплялся за балку. Ребенка качали. Он спал рядом с родительской кроватью. А одни из детских санок с капюшоном и вовсе спустя десятки лет неожиданно встретились с бывшей хозяйкой именно здесь, в беседке, построенной Юрием Трубиным. Он так смотрит, смотрит на санки, я думаю, что он так смотрит? Он говорит, что это мои санки. Я говорю, точно? Да. Вы у моего отца, наверное, купили? Я говорю, да. Но я не знаю, кто ваш отец там. Вот этот синий парень, как называет его наш герой, уже творение мастера. Он начал расти с ногтей. Осталось что-то похожее на ногти непонятного существа, но не выбрасывать же. Теперь он чуть ли не главное украшение дома Юрия Трубина. В умелых руках даже мусорка становится предметом искусства. Глаза, восторг. Глаза, да. Очки, пенсны. Ничто, ничего не навевает. Понимаете, мысли берутся неоткуда. Или мысли приходят отовсюду. Юрий Александрович из тех, к кому точно не относится выражение «сапожник без сапог». Вся красота вокруг – жилые и функциональные зоны. Со своим освещением и настроением. Родились внучки, понадобился удобный душ и место для стиральной машины. Кто мешает, вместо обычных стекол поставить витражную мозаику, расписать входную дверь и добавить мелочей для настроения. Ну, трудно требовать от ребенка, чтобы он сделал какую-то оценку того или иного художественного произведения. Это как бы нет. Но если ему хорошо, он туда бежит, то это да. Это да. Если он там улыбается, да. Вот это и есть оценка. Внучки Алиса и Василиса вообще вдохновили деда на многие шедевры и переделки. Например, сеть на корабле появилась после того, как дедушка с трудом поймал детвору, которая в рассыпную бросилась разглядывать палубу. А в девичьем будуаре лично я почувствовала себя Алисой в стране чудес. У каждой маленькой хозяйки свой сундук и кроватка, чтобы жизнь началась не со споров. Вот эти вещи, которые я делаю, они и есть проявление духовности. Почему? Потому что, глядя на ту или иную вещь, вот я смотрю на этот домик детский, да, я представляю, как девчонки там будут отдыхать, как им там будет хорошо, ласково, да. Я радуюсь, у меня душа радостно наполняется. Игровой домик – предел мечтаний. Как будто сказочные герои забыли свою кибитку посреди высоких душистых сосен. Росписью дверей занималась мама девочек. Кукла-обережки – заслуга бабушки. Их всегда накручивали из лоскутков и обязательно без лица. Когда ребенок заболевал, кукла вывешивалась наружу, чтобы болезнь уходила в нее. Сам дедушка даже построил специальный детский туалет с узкой дверью, чтобы не влезли мужские плечи, с иронией говорит Юрий Трубин. Посетители-то бывают разные. В общем, вся семья постаралась на славу. Андрей – гений. Дашка – великолепный художник, тоже гений. Ну, я – это понятно, гений. Жена так ко мне подбирается. Андрей – это не менее знаменитый сын нашего героя. Вариации на тему «Дерево жизни» – одна из его еще не оконченных работ. Многие кованые и металлические предметы скульптуры сегодня украшают самые крупные ресторанные комплексы Рязани. Это очень талантливый человек. Я горжусь тем, что у меня такой сын. Мало того, что он талантливый человек, он очень жесткий, требовательный человек. В общении он, ну, скажем так, такой вот… Очень суровый, да, да, очень суровый, требовательный, при этом достаточно нежный и ранимый человек. Это удивительно, но даже природа поверила в талантливую обманку. На северной стороне корабля начал расти мох, а ведь дерева тут нет и в помине. Тут есть некий каркас, который, ну, приблизительно очень напоминает будущую форму, предполагает, что форма будет такая. Вот, потом делаются набросы цемента с некоторыми добавками. Сделали набросы, он высох, он чуть-чуть подсох, режется, набрасывается, режется, набрасывается, режется. Вот как, обратите внимание, вот на этом корабле. Видите доски нарезаны? Это же не доски, это песок-цемент, но видите фактуры? Что мы делаем? Мы только просто слабо подражаем природе. Внутри корабля еще одно укромное местечко. Юрий Александрович по-хозяйски приглашает непременно познакомиться с секретаршей, которую местная пресса почему-то окрестила Джеком Воробьем. Хорошая женщина, моя хорошая, солнце мое. Молчаливая, понимаете? То, что надо. И красивая. Красивая. Во многих необычных и замысловатых предметах прослеживается явная симпатия к бессмертным произведениям Стивена Кинга. Если представить, что такая архитектура имеет право на существование, и там живут некие люди, у них достаточно любопытный мир. Качели безопасности. Пока вы на них качаетесь, вам ничего не грозит. Все хорошо. В вашей жизни в этот момент все хорошо. Многочисленные изображения льва тоже не случайны. Автопортреты с гордостью говорит Юрий Трубин. Достаточно жесткие, циничные во многом, твердые, упертые там, так далее, так далее, властные там, и так далее, так далее. Деньги люблю тратить очень сильно. Это скорпион, потому что это дом скорпионов. У меня сын скорпион, внук скорпион, девчонки скорпионки. Дом сына тоже наполнен предметами, от которых трудно оторвать глаз. Одна входная дверь, чего стоит. Но об этом, а также о том, какие еще необыкновенные шедевры украшают дом и двор супругов Трубинах, и чем они удивляют своих гостей, смотрите уже в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова